Свобода! Свобода! И пакет в поддержку Олеси Беляска, который был задержан месяц назад, и который находится сейчас в тюрьме в Беларуси, то обвинение, которое вообще проявляется очень надуманное. Если бы на территории Беларуси можно было осуществлять свободную правозащитную деятельность, быть зарегистрированной организацией, не подвергаться давлению, то не нужно было бы для этого искать какие-то другие механизмы для поддержки правозащитной деятельности, а в частности, открывать штат в этой стране, кому это нужно, необычные проблемы, необычные сложности. А это прямой результат того, что внутри Беларуси такого рода работа невозможна. Наша задача — добиться немедленного освобождения Олеси Беляцкого. Сегодня такие акции солидарности проходят в нескольких странах, не только здесь, в Москве. Они проходят в Литве, Украине, в Армении, Кыргызстане, в Швеции, как минимум в этих странах, про которые мы знаем. И вот по окончанию пикета мы передадим обращение властям Беларуси через посла. Хороший человек. Я очень любил его музей Богдановича в центре Минска, когда он был директором музея. И мне кажется, что это была очень благородная миссия, которая по наследству перешла, в благородство, теперь вот в помощь семьям политзаключенных и другим группам. Я думаю, что его можно объявить во всем, чем угодно, но только не выбрав сведения. Потому что платить налоги, правда, если по смыслу, а не по формальному, нужно только того, что приносит доход. А это никакой доход не приносит сплошные расходы. Это правда. Совершенно очевидно, что этот его арест и эти обвинения, с которыми этот арест связан, это способ нейтрализовать активного правозащитника. У меня даже пришла в голову некоторая параллель с тем, что произошло пару лет назад в Казахстане с Женей Жовтисом. Сейчас я сигарету пил. Давай. А кофе-то осталось? Чистая, да. Чистая есть. А, я не сходи. Пинайк Танец. Кампорт. А, я неが. Кампорт. Санк. Кампорт. Придется две вещи. Или менять законодательство, или сначала выпускать Беляцкого, а потом менять законодательство. В любом случае, этим мы свои действия ограничиваемся. Ведь ограничивать не будем, мы будем продолжать делать так, чтобы он рано или поздно вышел в свободу. Свобода! Свобода!